краткая суть указаний и справедливых сравнений содержащихся в аятах то есть стихах корана подобных этому таков в мире мы часто видим как злодеи грешники и тираны проводят свою жизнь в материальном достатке и легкости а угнетенные и религиозные люди с большими трудностями и унижениями затем приходит смерть и уравнивает их есть это равенство неизменно и не имеет итога она выглядит злом и несправедливостью между тем божественная справедливость и мудрость являющиеся по твердому свидетельству вселенной свободной от несправедливости то есть чисто от несправедливости ни в коем мире не принимает этого зла и явно требует собрания в потустороннем мире где первые подверглись бы наказание то есть тираны притеснители и так далее а вторые получили свою награду то есть верующие праведные хорошие люди получили свою награду для того чтобы беспорядочная в своем образе жизни и и растерянное человечество получило наказание и награду согласно своим способностям могло бы послужить причиной абсолютной справедливости стать удостоенным божественной мудрости и старшим братом мудрых созданий вселенной то есть во всем абсолютная справедливость внешне если посмотреть в событиях касающихся жизни людей внешне не справедливость но с учетом вечного мира все на свои места становится то есть и в этом тоже есть абсолютная справедливость почему потому что у людей есть такие преступления которые не вмещается в этот мир человек миллион людей он уничтожил допустим нарушил права что ты с ним можешь в этом мире сделать сколько ты его не оказывай ему это будет мало поэтому соответственно этому миллионы лет нахождение в аду должен или допустим бирже человек всевышний хочет его озарить счастьем но человек по-настоящему будет части только в вечности потому что то что не вечно она человека на самом деле счастливым полностью не делает поэтому от своей милости всевышний что делает откладывает вознаграждение верующих до вечности и по своей справедливости опять же большие преступления откладывает до ада то есть до вечности да этот мир не позволяет раскрыться безграничным человеческим способностям которые заложены в его душе а значит он будет отправить отправлен в иной мир то есть человек будет отправлен иной мир до сущность человека велика и это означает что она предназначена для вечности его духовная сторона возвышена а потому и преступление его велики то есть некоторые из преступления не вмещающиеся в этот мир он не похож на другие существа его дисциплина имеет большое значение то есть каждое деяние человека всевышний записывает и следит за этим он не может существовать беспорядка и остаться без надзора без внимания он не может быть сотворенным напрасно потому что такое удивительное творение не может быть сотворенным напрасно не может быть обречен на абсолютное исчезновение и не может сбежать в абсолютное небытие то есть столько грехов над меня совершил преступление на миллион лет и не он не сбежит в абсолютное небытие конечно от раскрыл свою пасть и ждет его для злых для тиранов и рай дождается его распахнув свои милостивые объятия то есть такое милостивые объятия рай распахнул ждет верующих людей праведников сохранит аллах от ада и даст нам вечно приводит в район сухоника ла альмрана и ла ма альдамтана инна ка антен альмин о Субтитры создавал DimaTorzok